Рычагами люди научились пользоваться уже в глубокой древности, применяя их для того, чтобы относительно небольшой силой перемещать большие тяжести. Кроме того, рычаг – это коромысло весов, на котором можно уравновешивать разные грузы. Возьмем два одинаковых груза. Подвесим один груз на расстоянии в 5 единиц от оси рычага. Это расстояние называется плечом груза. Очевидно, что второй груз надо тоже подвесить на плече в 5 единиц. Мы видим, что грузы уравновешивают друг друга. А на каких расстояниях от оси рычага надо подвешивать грузы разного веса, чтобы рычаг находился в равновесии? Опыт показывает, что плечи должны быть обратно пропорциональны грузам. К примеру, возьмем грузы весом в 7 единиц и в 3 единицы. Подвесим груз весом в 7 единиц на плечо длиной в 3 единицы. Тогда груз весом в 3 единицы надо подвесить на плечо длиной в 7 единиц. Мы видим, что рычаг остается при этом в равновесии. Решим следующую задачу. К двум концам невесомого рычага подвешены грузы весом 5 и 3 единицы. Спрашивается, за какую точку нужно подвесить рычаг, чтобы он пребывал в равновесном положении. Грузы относятся между собой как 5 к 3. Поэтому плечи этих грузов должны относиться как 3 к 5. Но 3 плюс 5 в сумме будет 8. Поэтому мы разделим расстояние между грузами на 8 частей и 3 части отдадим грузу в 5 единиц, а 5 частей грузу в 3 единицы. Центр тяжести грузов найден. За него и надо подвешивать рычаг. Великий греческий механик Архимед использовал рычаг во множестве разнообразных машин. Но Архимед был не только механиком, но и геометром. И поэтому он размышлял над тем, как можно доказать закон рычага с помощью математических рассуждений, подобно геометрической теореме. И вот какое доказательство он придумал. На этом рычаге на равных расстояниях друг от друга висят 10 грузов. 3 желтых и 7 красных. Соберем с помощью легких планок в единую группу желтые грузы. А теперь красные. Равновесие сохранилось. Ну а теперь самое интересное. Перережем в каждой группе все нитки, кроме центральных. Рычаг по-прежнему уравновешен. И мы видим, что 7 грузов на плече в 3 единицы уравновешивают 3 груза на плече в 7 единиц. Мы показали, как работает это доказательство на частном примере. Но общее рассуждение для любого числа грузов проводится точно так же. Повторим доказательства Архимеда еще раз. Возьмем рычаг и разделим каждую его половину на 10 равных частей. Подвесим к этому рычагу 10 грузов и соберем их в 2 группы. 3 груза в одной группе и 7 грузов в другой группе. Соединим грузы в группах планками. А теперь подрежем все нити, кроме центральных. И главный рычаг, и новые рычаги планки при этом продолжают оставаться в равновесии. Теперь посмотрим, как получилось, что грузы оказались обратно пропорциональны своим плечам. Каждое плечо рычага было разделено на 10 частей. И в группе в 3 груза мы убрали с края 3 таких части, а в группе в 7 грузов 7 частей. Поэтому слева из 10 частей осталось 7, а справа 3. Выполним последнее действие. Заменим 3 груза на один груз весом в 3 единицы и 7 грузов на другой груз весом в 7 единиц. Вот и получается, что груз весом в 3 единицы висит на плече длиной в 7 единиц. А груз весом в 7 единиц висит на плече длиной в 3 единицы. И конечно же, такое доказательство будет справедливым и для любого другого соотношения между грузами. Вы видите перед собой рычаг. С одной его стороны висит груз, а с другой стороны вообще ничего не висит. И тем не менее, рычаг находится в равновесии. В чем же тут дело? Нужно не забывать, что сама балка рычага тоже что-то весит. Когда мы подвешивали эту балку за ее середину, она конечно пребывала в равновесии. Когда мы подвешиваем ее не за середину, ее центр тяжести перевешивает и уходит вниз. Для того, чтобы ее уравновесить, нужно на другой стороне закрепить груз. Мы можем даже узнать, чему равен вес балки. Плечо груза от отметки 2 до отметки 5 равно 3 единицам. Плечо балки надо брать от ее центра тяжести до оси подвеса, то есть от 0 до 2, и оно равно 2 единицам. Плечо балки в полтора раза короче плеча груза, так что вес балки в полтора раза больше веса груза. Решим еще одну задачу. Имеется балка весом в 3 единицы. К одному ее концу подвешен груз весом в 5 единиц. Спрашивается, за какую точку нужно подвесить балку, чтобы она пребывала в равновесии. Сосредоточим вес балки в ее середине. Теперь мы имеем два груза весом в 5 и в 3 единицы. Ясно, что плечи этих грузов будут относиться между собой как 3 к 5. 3 плюс 5 будет 8. Разделим расстояние между грузами на 8 частей. И 3 части отдадим грузу в 5 единиц, а 5 частей грузу в 3 единицы. Центр тяжести системы найден. За него и надо подвешивать балку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова